В городе Горячий Ключ, Краснодарского края, где хоронят наемников ЧВК Вагнера, закончились места на кладбище. В начале апреля на трех участках здесь было до 600 могил. На этих кадрах именно это кладбище с одинаковыми красно-желто-черными венками и пятиконечной звездой на каждой могиле. Очень большое кладбище, свежие все могилы, нет конца и края. Столько рядов, столько людей погибло, все могилцы. Еще летом 2022 года на этом месте был пустырь. На спутниковых снимках видно, как стремительно разрастается кладбище. Хоронить наемников будут уже на новом четвертом участке, о чем написала пресс-служба Евгения Пригожина. Горячий Ключ – курортный город. В середине марта его администрация выступила против массовых захоронений. В ответ на это вагнеровцы начали угрожать местной власти, а Пригожин потребовал привлечь главу Горячего Ключа к уголовной ответственности. В итоге кладбище решили расширить. Это то самое кладбище ЧВК «Вагнер», вокруг которого было много вопросов и обсуждений. Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать. Горячий Ключ – не единственное место в России, где хоронят наемников Пригожина. По информации Би-Би-Си, в разных регионах России, а также в оккупированной Луганской области, обнаружили еще минимум шесть кладбищ, где похоронены предположительно около 400 вагнеровцев, которые воевали на территории Украины. Большинство из них ранее были осуждены за те или иные преступления, в том числе особо тяжкие. Би-Би-Си пишет, одно из кладбищ, где хоронят наемников, обнаружили в Новосибирске. Там для этих целей выделили отдельный участок, где уже появились 69 свежих могил с такими же венками, как и в «Горячем ключе». Журналисты нашли упоминания о 41 мужчине, в отношении которых есть судебные приговоры, и чьи имена совпадают с данными на могильных табличках в Новосибирске. В местных СМИ периодически появляется информация о прощаниях с вагнеровцами на местном кладбище. В начале февраля здесь похоранили известного криминального авторитета Алексея Панфилова, который воевал в рядах наемников, а до этого отбывал срок в колонии строгого режима за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Причем это было его не первое заключение. Как пишут местные СМИ, Панфилов отбывал сроки за тяжкие преступления, а между отсидками заводил семью. Отдельный участок для погибших вагнеровцев выделили и на Александровском кладбище в Иркутске. Здесь уже похоронили по меньшей мере 40 человек из рядов ЧВК. Почти втрое больше могил обнаружили около города Березовский в Свердловской области. Сейчас здесь похоронено, по данным BBC, 106 человек. В середине марта их было меньше 70. Все, судя по информации на крестах, погибли в этом году. На этом кладбище уже даже повесили табличку с надписью «Аллея славы памяти воинов ЧВК Вагнер, участников военных операций, отдавших жизнь за Россию». Аллея погибших с флагом ЧВК появилась и на кладбище в Николаевке Самарской области. За последний месяц количество могил вагнеровцев здесь увеличилось почти вдвое. Сейчас их более ста. Хоронят наемниковы в селе Маврино Московской области. Информация об этом тайном кладбище впервые появилась в феврале. Тогда медиа сообщили о 27 свежих могилах. BBC пишет, родственники двоих похороненных здесь подтвердили, что погибшие были заключенными. Один из них родом из Таджикистана, другой из Кыргызстана. Пригожий на вопросы об этом захоронении ответил, что эта информация не является публичной. Растет кладбище музыкантов и возле оккупированного Луганска. За два месяца здесь появились 36 новых могил. Теперь их около 80. По данным журналистов, большинство похороненных здесь – полные тезки осужденных, которые должны были отбывать наказание в российских колониях. Еще в феврале медиа писали, что родственники некоторых погибших даже не знают, что их близкие похоронены под Луганском. Вот что говорит мать одного из наемников. Убивает то, что никто не сообщил нам. И до сих пор тишина. Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут. В то же время о смертях своих близких узнают буквально из постов в соцсетях и родственники вагнеровцев, похороненных на других кладбищах. ЧВК о гибели ничего не сообщает. С безликими деревянными крестами хоронят якобы тех, у кого нет близких. Хотя это совсем не так. 6 марта у него должен был закончиться контракт. А его все нет и нет. Я позвонила на горячую линию Вагнера. Там сказали, что такой сотрудник есть. И что действительно, я записана его доверенным лицом. Значит, мне должны были бы сообщить о его гибели. Заверили меня, что он живой. Потом я еще раз звонила. И снова сказали, что живой. А потом я фотографию его могилы увидела с новосибирского кладбища. Рассказывает сестра музыканта, похороненного в Новосибирске. Некоторым родственникам удается добиться эксгумации тел и перезахоронить наемников, погибших в Украине. Помимо названных регионов, вагнеровцев хоронят по всей России. Сообщения об этом появляются в местных СМИ. Только за последнюю неделю с наемниками простились в Забайкалье, Брянской, Волгоградской, Иркутской, Свердловской, Тюменской областях. По данным британской разведки, в Украине уже погибло около половины заключенных, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби при этом уточняет, что речь идет примерно о 30 тысячах погибших или раненых наемников.